Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал Китай в помощь. При желании в Китае можно найти наушники дешевле одного доллара. И сегодня мы опустимся на самое аудиодно и протестируем сразу несколько таких ультрадешевых наушников. Стоит уточнить, что все эти модели наушников достаточно популярны и штампуют их разные фирмы. В моем случае фирм 2, Hyperdeal и VPB. Наушники от Hyperdeal могут похвастаться очень спорным дизайном и просто чудовищным качеством исполнения. К слову на страничках товара вместо живых фото используются рендеры и теперь совершенно ясно почему. Наушники полностью пластиковые, в некоторых местах используется пластик под хром. Универсальный совет любому производителю, хотите сделать свой товар с виду максимально дешевым и отталкивающим, используйте хромированный пластик. Немного ситуацию спасает плетеная тканевая оболочка и то только в случае с голубым кабелем. Зеленый даже с плетеной изоляцией смотрится очень дешево. Кстати, черно-зеленые наушники единственные не имеют пульта и как следствие гарнитурных функций. Все остальные наушники являются гарнитурными. Стоимость наушников Hyperdeal 70 рублей за голубые и около 50 рублей за черно-зеленые. Цвета естественно при заказе доступны совершенно разные. Теперь наушники от VPB и с ними все честно говоря получше. Дизайн конечно тоже не фонтан, однако качество изготовления и сборки намного выше. Зеленая модель имеет пластиковый корпус и приятные силиконовые провода. Штекер и пульт гарнитуры также пластиковый. Кстати, пульты у всех моделей VPB одинаковые, отличаются только цвета. Черно-фиолетовые наушники в плане дизайна самые унылые, за что спасибо говорим все тому же пластику под хром. Провода опять же силиконовые, пульт и штекер пластиковые. Следующая черно-желтая модель значительно ярче. Корпус наушника опять же пластиковый, но покрыт яркой краской, которая при застывании растрескалась, создав крутой узор. На расстоянии эти наушники смотрятся даже неплохо. Кабель у этих наушников имеет плетеную тканевую оболочку. Пульт пластиковый, штекер прорезиненный. Все эти три модели от VPB стоят около 55 рублей с доставкой. И наконец последняя модель от бренда VPB. Ее цена 70 рублей, плюс еще 20 придется отдать за доставку. Однако стоят чуть дороже остальных, выглядят они в разы лучше и серьезней. С первого да и со второго взгляда никто не скажет, что это ультрадешевые наушники. Дело в том, что в отличии от предыдущих наушников, эти выполнены из металла. Причем металлические как сами наушники, так и штекер. Также в качестве плюса хочу отметить качественный силиконовый кабель. Что касается пульта управления, он здесь пластиковый, такой же как у остальных. Честно скажу, на фоне остальных, в плане внешнего вида и качества изготовления, эти наушники абсолютный лидер. Ну и чтобы видео было максимально интересным и насыщенным, я решил добавить седьмого участника наушники бренда Flarks. Из многим известного магазина FixPrice. В плане изготовления они самые ущербные, хотя стоят все те же 55 рублей. Наушники пластиковые, выглядят максимально дешево. Кабель ужасный, очень тонкий. Штекер также из пластика. Ни о каких гарнитурных функциях речи даже не идет. Ну и теперь пора приступить к испытаниям, причем что-то мне подсказывает, что испытывать я буду свой слух и нервы. Однако, в любых наушниках главное это звук. И совсем скоро я узнаю, на что способны эти мега бюджетные решения. После чего вернусь к вам и поделюсь своими впечатлениями. И я вернулся. Что сказать, переслушать все эти наушники было непросто, однако не все так плохо, как могло показаться. Для начала сразу оговорюсь, что все наушники поставляются с достаточно крупными амбушюрами, которые мне не подошли категорически. Для меня выходом стали мои любимые амбушюры от гибридов Xiaomi. И в случае покупки вам также стоит подумать на этот счет. Ну и давайте начнем наш трэш-парад с самых унылых и убогих в плане звука наушников. И постепенно будем двигаться к лучшим. И самыми ужасными оказались наушники Flarks из магазина FixPrice. Если честно, это просто позорище. Очень тихие наушники с чудовищно искаженным звуком. У наушников полностью отсутствуют низкие и высокие частоты. Играет по сути только середина, да и то играет плоско, рвано и с большими искажениями. Это не наушники, это просто мусор. Если у вас когда-то возникнет желание их приобрести, просто бегите из магазина. Предпоследнее место у черно-зеленых наушников от Hyperdeal, которые в кавычках порадовали резкими высокими и обрезанными низкими частотами. Баса почти нет, а тут что есть гулки и бесконтрольные. Звук наполнен сорными призвуками и искажениями. В целом наушники чуть менее отвратительные, чем наушники от Flarks, но слушать их все равно невозможно. Третье место с конца также у наушников от Hyperdeal. Эти голубые наушники больше портят, чем воспроизводят. Причем и у них есть свой неповторимый почерк. Играют они частично верхнюю середину, немного режущих высоких и какой-то обрубок от низких частот. Звук ужасно неровный, глуховатый и одновременно выжигающий. Третье место только за то, что на низкой громкости и при отсутствии любых других наушников, эти все же можно использовать. Можно, но лучше не надо. На этом с изделиями из FixPrice и от Hyperdeal мы закончили. В целом по ним, если у вас есть только 50-60 рублей, лучше купите себе пирожок. Пользы и удовольствие получите намного больше. Переходим к наушникам VPB. Их я хотя бы без отвращения могу назвать наушниками. И худшими в линейке VPB оказались черно-фиолетовые наушники. Нормально играя на низкой и средней громкости, они начинают выжигать мозг при высокой громкости. Высокие частоты бесконтрольные, колки и не информативные. Середина нормальная, бас хоть и сильно зажат, но присутствует. Критичной обрезки частот не чувствуется, но перебор с высокими все портит. Пятое место в нашем рейтинге. Тройку лидеров открывают зеленые наушники от VPB. Они лишены недостатков прошлой модели в виде зашкаливающих высоких. Однако тут в некоторой мере пострадали низкие. Бас зажат и достаточно гулкий, но в целом наушники играют нормально. И даже неожиданно хорошо для своей цены. Ничего категорически отталкивающего в них я отметить не могу. Поэтому третье место. На втором месте я расположил желто-черные наушники. По звучанию они очень похожи на предыдущего участника. И вперед выезжают в основном за счет более симпатичного дизайна. В плане звука все такой же немного зажатый бас и достаточно ровная середина и верха. Вердикт по ним тот же. Свои 50 рублей отыгрывают полностью. И наконец последние наушники, которые занимают первое место. И они явно лишние на этом параде уродцев. В начале обзора я говорил, что было бы здорово найти годные наушники среди кучи мусора. И у нас это получилось. Отличаясь от остальных наушников по цене всего на 30-40 рублей, эта модель меня очень сильно удивила и порадовала. Эти наушники не только не стыдно звучат в сравнении с другими участниками обзора, но и приближаются по качеству звука к наушникам, которые стоят в разы дороже. Эти наушники не имеют серьезной обрезки по всему частотному диапазону. В плане высоких они очень детальны, но при этом не имеют серьезных искажений и выжигающих акцентов. Середина ровная и информативная, ничего раздражающего или отталкивающего. Низкие частоты присутствуют, хоть и не в самом большом количестве. Однако бас есть, причем четкий и с качественным контролем. И сейчас я поймал себя на мысли, что оцениваю эти наушники строже, чем остальных участников, но это и не удивительно. За свои 90 рублей звук просто космический. Причем они могут потягаться не только с сегодняшними участниками, но например с теми же Xiaomi Piston Fresh Edition, которые стоят намного дороже. Что касается гарнитурных функций, то скажу так, там где гарнитуры присутствуют, они в принципе работают. Естественно звук очень далек от идеала, но разговаривать по этим наушникам вполне можно. Кнопки также работают адекватно, при однократном нажатии можно поставить звук на паузу или ответить на звонок, а при нескольких нажатиях можно переключать треки. В этом плане данные гарнитуры ничем не отличаются от остальных однокнопочных гарнитур. Ну и подведем итоги. Как и ожидалось, большинство наушников на сегодняшнем тесте оказались мягко скажем недостойными покупки. Однако обнаружились и неплохие варианты. В целом наушники от VPP проявили себя неплохо, и на свою стоимость они точно играют. А металлические наушники этого бренда так и вовсе стали для меня открытием. При своей цене в полтора доллара с доставкой они реально играют здорово. Так что если ваш бюджет на наушники ограничен только 50 рублями, повторюсь, лучше пойдите и купите себе пирожок. А если у вас хватает уже на два пирожка, тогда можно подумать о лидере сегодняшнего трэш парада. Буду рад, если вы поддержите наш канал и наградите меня за старание, просто поставив этому обзору лайк и написав позитивный комментарий. Ваша поддержка очень важна для канала. Там же в комментариях я с радостью пообщаюсь с каждым желающим, а все ссылки на сегодняшних участников буду ждать вас в описании под видео. Что ж, я приступаю к съемкам нового обзора, а вам желаю отличного настроения и только удачных покупок в Китае.